Приветствую вас, Любовь. В первую очередь нужно сказать, что ваш вопрос, точнее два вопроса, взаимосвязаны друг с другом, в том смысле, что вы обижаетесь, в том числе и потому, что принимаете близко к сердцу то, что вам говорят в конфликтных ситуациях. Это вас задевает и, соответственно, вы обвиняете в том, что вам неприятно других людей, потому что на себя посмотреть, на свои претворечия, на то, что вы сами к себе не принимаете, на свои нереалистичные, ложные, не соответствующие вашим представлениям и ценностям установки, вы посмотреть либо не привыкли, либо боитесь. Но обида в первую очередь формируется по причине того, что человек чего-то ждет от другого. Но это не оправдывается и возникает от обочарования обидов. Также это связано с определенной пассивностью и жертвенностью человека. То есть, когда я обижен, ты должен решить мою проблему и ты виноват в том, что у меня есть какая-то проблема. То есть, это перекладывание ответственности, это страх самостоятельно. Что-то сделать, это страх ошибки и это как раз таки возможность не делать ничего, возможность не двигаться вперед. Это такое вот закрытие в себе, в своем внутреннем мире, недоступность для опыта, скажем так, внешнего и зависимость от людей. Ну, повышается зависимость от людей. Данное манипулятивное, как я надеюсь вы уже поняли, поведение. Человек наблюдает, как правило, в детстве и перенимает его, если видит плюсы от такого поведения. То есть, обилие это, ну, поведение не обиженного, это поведение, которое ребенок, как бы, перенимает у своих близких, у фигур значимых. Следующее, что важно сказать, значит, это рэкетное чувство. То есть, рэкетное чувство означает, подразумевает должное слование. То есть, это требование, это нереалистичные требования к другим людям. И к себе тоже. То есть, вот почему вы болезненно воспринимаете слова людей в конфликте. Потому что вас они задевают, потому что они не соответствуют вашим представлением от себя. Значит, ваши представления о себе нереалистичны. Вы нереалистичность этих представлений о себе не принимаете. То есть, пытаетесь быть кем-то другим, кем вы не являетесь. А когда вам близкие люди в конфликтах, в конфликтах, ну, или не близкие люди, это не очень понятно из вашего текста. Когда вам люди просто говорят неприятные вещи, то это разрушает вашу картинку мира. И напоминает о том, что вы несколько не такая, какой хотите себя видеть. Конфликт. Ну, вообще-то, конфликт сам по себе и нужен для таких вот выплесков, для таких вот выпадов в адрес друг друга. Если люди не выражают свои чувства, свои эмоции в реальном времени. Тут еще есть нюанс такой, что некоторые люди не могут, как бы это сказать, распознать определенные силы эмоций и определенные силы чувств. И поэтому им нужно вот довести себя до конфликта определенного, чтобы уже позволить себе выразить свои переживания. Дальше. Вы спрашиваете, как перестать обижать? Ну, пока вам это нужно, пока вы получаете определенную выгоду об этом, я думаю, что вы не перестанете обижаться. Здесь нужно смотреть, чем вам выгодно подобная поведенческая позиция. И уже разбираться с ней. Разбираться в ней. Тут то же самое касается и восприятие близких к сердцу слов. Пока вам это нужно для чего-то. Например, для перекладывания ответственности за какие-то свои неудачи, за какие-то свои, там, тревоги, переживания и прочее на других людей вы не будете делать что-то, чтобы не воспринимать слова близко к сердцу. При том, что вот просто если задать себе вопрос, да, это всего лишь слова. Получается, что слова другого человека сильнее, действеннее, эффективнее, чем то, что я о себе думаю, чем то, что я о себе сама представляю. Ну вот, как это возможно, вот, с этим и нужно разбираться все, это нужно поисследовать. Вообще обиды детское чувство, вот, это такое очень детское, агрессивное чувство. Это означает, что вы не можете общаться с людьми на равных. То есть, вы общаетесь либо с превосходством, либо, наоборот, с ощущением, что вы ниже. То есть, либо вы человека как-то вот привозносите, либо вы человека, наоборот, ну, не извергаете. А учиться нужно общаться именно на разных, чтобы был, так сказать, максимально широкий спектр возможностей для контакта и прочее, прочее, прочее. И, таким образом, глобальный ответ на ваш вопрос зависит от того, в чем вы сами видите основания для того, что происходит. Если вы видите основания во внешнем мире, то вам нужно просто сменить внешние условия. Вряд ли здесь вам нужен психолог. Если вы видите проблемы в себе, то, да, это внутренняя определённая работа над собой, вот. Обращайтесь, обращайтесь к любому из специалистов. Будем рады помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Добрый. ar